Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Дели Европынлайн, у меня в гостях Константинович Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Константинович. Здравствуйте, Михаил. Настуш, Константинович, давайте начнем с нашей первой темы, бегло пройдемся. Итак, сегодня Азербайджан и Армения должны были провести переговоры в Гренаде под эгидой заседания Европейского совета, встречи лидеров страны Европейского Союза. Этой встречи не произошло, Азербайджан против участия Франции и за участие Турции. Возможно ли, на ваш взгляд, мир на договор между Арменией и Азербайджаном? Да, возможно, это непростое дело. Главное, чтобы в этом не участвовала Россия, потому что российские дипломаты, российская очень хитрая позиция. Кстати, похоже на то, что происходило в минском формате. Мы, мол, третья сторона между сепаратистами и властью в Украине. Вот, это лживая позиция военной базы присутствует и в Армении, и в Карабахе, и в Азербайджане, соответственно, на территории другого государства. Вот, а договориться они смогут, это очень сложный процесс, 30 лет оккупации, которую прервали последние события. Тут у меня был такой забавный случай. Предприниматели московские начали собирать подписи по поводу Варданяна, требуем его освободить. Вот, и одному из инициаторов я задал такой вопрос, что, а, они формулируют это очень интересно, ну, он же никого не убивал. Я говорю, ну, и в ДНР, в ЛНР, эти сепаратисты, там, приехавшие из России, сначала никого не убивали. Вот, а потом начали убивать. Вот, и невиновность человека, который принимал участие в правительстве, оккупационном фактически, ну, она под большим сомнением. Вот, тем более, что там есть подозрения небезосновательные, и я их могу произнести смело, в связях Варданяна с Кремлем. То есть Варданян выполнял очень похожую функцию на то, что делал Иванишвили в Грузии. Вот, и продвигал, так сказать, позиции России, закреплял их. Это преступление само по себе. Тут, знаете, такая наивность какая-то присутствует. Вот, или показная, может быть, наивность, я даже не знаю. Когда речь идет о, ну, юридических простых вопросах, значит, многие в Москве начинают делать вид, что ли, что они такие дурачки, не понимают, в чем дело. Или, скажем, тут обсуждали недавно Набиулину. Вот она, банкир, просто сидит и ничего особенного не делает, никого не убивает, и вообще системные либералы. И тут мне вспомнилось, знаете, у Стругацких, я не помню, в каком произведении, там студенты должны сдавать зачет или экзамен, тридневековые студенты, они стоят перед пыточной камерой и рассуждают, знаете, так по-студенчески, какая косточка ломается при использовании того или иного пыточного инструмента. Страна вот эта моральная, содержательная, она просто не учитывается. Алексей Анатольевич, на этой неделе был очередной скандал, связанный с Алексеем Аристоевичем, известным общественным деятелем украинским, большинственным советником общественного президента. Я думаю, в курсе этого скандала, вкратце он выступил в Вильнасе, не от Толлины, на этом сети оппозиции российской. И он, скажем так, излишне лояльно относится к стране-агрессору, или его обвиняют в том, что он излишне лояльно относится к стране-агрессору. Как бы он прокомментировал? Ну, это, знаете, это история давняя, с Аристоевичем же связанная. Он говорил о том, что использовать русский язык, использовать контакты с российской оппозицией необходимо, если мы хотим победы. Вот есть такая, ну, радикальная, что ли, сейчас часть в украинском обществе, которая правильно, в общем, отрицает возможность контактов, в том числе и с российской оппозицией, с российскими либералами, но не сейчас, не во время войны. Понимаете, вот мы с этим столкнулись во время. Страны Балтии, политики Балтии, они очень много взаимодействовали с нами. Вот, 90-й год, 91-й, 92-й. Много контактов было, конференции, но они потихонечку отходили от России, и мы это приветствовали, как вы понимаете, демократы России. Империалисты их обвиняли в этом, а мы приветствовали. И это произошло, ну, естественным путем. Хотя многие политики Балтии говорили о том, что вот эта известная фраза, что по три русского демократа, по ним окажется империца, она произнесена была одним из балтийских политиков. То есть такие обвинения, что ли, раздавались все еще. Ну, вот сегодня. Сегодня это уже страны, которые давно ушли из сферы влияния России. Ну, и какие-то провокации продолжаются и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. Но это уже такие же провокации, как против Финляндии или Швеции. Я бы не обвинял Арисовича в том, что он пытается использовать российскую оппозицию в интерес к Украине. А пуристы, знаете, это максималисты, которые пытаются использовать, так сказать, чистую позицию. Да, да, абсолютно чистую позицию. Вот они в этой ситуации выглядят не очень убедительно. Тем более, что, понимаете, по оппозиции российская оказывает большое влияние на русскоязычную, часть русскоязычного населения в Украине. А это очень влиятельная часть, и от ее позиции будет зависеть будущее Украины. Это люди, которые, безусловно, будут участвовать в голосовании и выбирать власть в Украине. Да, вы совершенно правы, тем более для Алексея Арисовича. Это и в том числе борьба за свой электорат. Но не об этом. Десять лет с момента прихода к власти в партии «Грузинская мечта» вы с Валерией Ленишной неоднократно бывали в Грузии, встречались с Михаилом Саакашвили, вы очень наблюдали реформы, знаете его номер обешвили, и дети писали. Десять лет с тех пор, как пришла «Грузинская мечта», это действие от упущенных возможностей, на ваш взгляд? Нет, ну, то, что делал Михаил Саакашвили в Грузии, в стране, находящейся в состоянии Средневековья, где управляли всем экономикой, политической системой кланы, вот это чудо. И понятно, что в 2008 году Путин попытался остановить это чудо. Это же, понимаете, это показательный процесс, который должен, может, убедить граждан России в том, что демократия, возможно, нужна им. Она приводит к эффективной экономике, к развитию даже социальной сферы. Вот и Путину надо было остановить это. И в Украине тоже остановить демократию. Причины одни и те же. Вот. Ну, там, конечно, мобилизационный какой-то момент безусловно присутствовал, но еще и вот этот момент убеждения. Там тоже ведь во время Грузинской войны он, правда, не в нацизме обвинял Саакашвили, а в том, что он совершает уголовное преступление, бомбит Скинвале, убивает мирных жителей. Ну, многие в России покупились на эту, так сказать, блесну. Михаил, может, вы потом попьете, когда мы закончим? Ладно? Хорошо, Константин Иванович, да. Хорошо. Значит, грузинская мечта эффективно остановила эти процессы и свернула Грузию с вот этого пути, ну, нормального развития. Вот. Это ставленники Путина, так сказать, были страчены огромные деньги, миллиарды долларов для того, чтобы оценивать оценивать этот процесс. Ну, и они остановили его, и сегодня Грузия в очень печальном состоянии. И начались фальсификации на выборах, и грузинскому народу не позволяют выбирать себе власть. То есть Иванишвили, и вся его команда считается вправе решать за грузинский народ, что для него лучше. Расстрел Белого дома. В этом году годовщина расстрела Белого дома. 30 лет, на секундочку, уже прошло. С тех событий вы, наверное, были не последним участником тех событий, наблюдали в очереди то, что происходило. Можно было этого избежать, на Ваш взгляд, и насколько, скажем так, та развязка повлияла на дальнейшую судьбу России? Избежать нельзя было. То есть попытки избежать, об этом много говорил. В течение года, больше, полтора года, Ельцин, российские демократы, церковь, тогда еще работающий Верховный суд пытались выразить какую-то взвешенную осторожную позицию, примирить стороны. На самом деле, примирить Хазбулата и Рыцкого, потому что они отказывались от переговоров. сама формула расстрел Белого дома, она была придумана потом, и пропагандистская кампания тех же чекистов. Это был единственный способ почти бескровного освобождения Белого дома. Ни один депутат не пострадал, ни один. Ахазбулата и Рыцкой, которые были арестованы за попытку государственного переворота, они даже не подвергались судебному преследованию. Генеральный прокурор, правда, своим решением освободил их из-под стражи. Вот, поэтому это тоже необходимо было разбираться, как это возникло, кто виноват. В общем, жертвы-то были, жертвы были при штурме Белого дома, при освобождении Белого дома. И вот эти боевики, которые оказались в распоряжении Рыцкого Хазбулатова, они просто с крыш ближайших домов расстреливали и ОМОНовцев, и группу Альфа, и мирных просто гуляющих людей там перед Белым домом. Вот. И это надо было, конечно, расследовать. Это рецидив советской власти, рецидив вот этого коммунистического прошлого России. Здесь я с удовольствием повторю свои намерения и призывы к трибуналу над советским коммунизмом, который продолжал убивать вот и в 93-м году. А уж эти парады, которые проходили на территории Белого дома со свастиками, без всякого эфемизма, преувеличения, со свастиками и с красными знаменами, ну, это, по-моему, все ставило, так сказать, на свои места для тех, кто наблюдал от со стороны. Владимир Владимирович, вы же бывали тогда в Киеве, имею в виду в 90-е годы, вы неплохо знали депутаты Верховной Рады, почему, на ваш взгляд, все-таки в Киеве удалось избежать конфликта между Кравчуком, Верховным Советом, Учмой и Верховным Советом? Почему удалось избежать, а в России не удалось избежать? В чем было принципиально отличие? Принципиально отличие состояло, во-первых, в том, что это был Верховный Совет и РСФСР, еще при СССР созданный. И это, как вы, наверное, знаете, там была разнарядка на количество депутатов от Коммунистической партии, от КПСС. Там была разнарядка и большое влияние на этих депутатов Комитета государственной безопасности. Вот Украине удалось не до конца, но в большей степени, чем в России, не так, как в странах Балтии. Там объявление независимости и публикация всех списков агентуры КГБ. Понимаете, без всяких там Сергея Севастьяновых, которые говорят, что примите закон о публикации, тогда будем публиковать. Кстати, извините, у нас перебил консистент Севастьяновых, он недавно заявил, что как только он возглавил собственно КГБ, он это назвал СМСК, по-моему, к нему побежали деятели культуры и умоляли его не публиковать списки. Нет, он не так сказал. К нему прибежали деятели культуры и просили его уничтожать личные дела. агентов вот тех, кто составлял, делал доносы, сотрудничал с КГБ. Немного другое. Но в странах Балтии все это было опубликовано и все, все закончилось. в Украине это не было опубликовано, но иллюстрации не было даже таких вот, знаете, де-факто. Вот, но новые, новые люди что-ли появились. Так же, как в Грузии, скажем, пришла молодежь, много новых людей в России. Простите. В общем, ситуация сильно отличалась от России. Вот, ну и понимаете, большевизм такой радикальный, который родился в России, где родился КГБ, где человеческая жизнь ничего не стоила, все-таки в Украине, особенно в Западной Украине, власть, граждане испытывали влияние, ну в меньшей степени, вот этой бандитской, садистской идеологии и власти, соответственно. Вот, но еще оставались какие-то признаки самостоятельности, независимости, ну и самое главное референдум о независимости, в противостоянии с Россией вот это желание быть другим, не повторять Россию в самых худших ее проявлениях, вот этих монистических, имперских, оно присутствует. ну еще была партия, патриотическая партия, которая произносила и до сих пор произносит, я имею в виду под партией большой группы людей, которые говорили значит, славу Украине. народный народный рух. Ну, я имею в виду не конкретно партию, я имею в виду часть общества, которая была настроена патриотически и до 56-го года украинцы оказывали сопротивление советской власти, до 56-го года, в чем это сопротивление было не и теоретическим, и политическим, но это было и военным. Дмитрий Антонович, какое-то время назад, несколько месяцев назад, вы заявили о том, что Украине необходимо будет согласиться и принять непопулярное решение по ситуации в войне с Россией. Вы заговорили об этом несколько месяцев назад, а теперь об этом говорят многие западные эксперты, политики, и мы видим, как меняется отношение Запада к войне. Почему вы об этом заговорили один из первых и как изменится отношение Запада к этой войне? Ну, понимаете, это же экстраполяция, обычная экстраполяция ситуации легко просчитывается и понятно, как это все будет развиваться в условиях, когда Соединенные Штаты не заинтересованы в поддержке, полноценной поддержке Украины, а заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с Путиным, договариваться с ним и, как говорят демократы США, социалисты США, не допустить дезинтеграции России, не допустить катастрофического поражения Путина, они любят авторитарный режим. Но это все было ясно, это, знаете, это же не единственный случай, когда мы с Валерией Ильиничной, или я без Валерии Ильиничной, или она без Борового оказались правы. Вот сейчас я опубликовал материалы по поводу пирамид этих, которые возникали в России. Понимаете, когда пирамида начала развиваться вот на вроде, я очень громко выступал, я оплачивал выступления не дешевые, в прессе на Первом канале, там у меня была своя передача, я рассказывал, что такое пирамида и как она лопнет. Причем в мае 1994 года я с караулом записывал передачу, в тому время мы просто просчитали, когда она лопнет, там, с точностью до дня, понимаете, но это не предвидение, это просто такой арифметический расчет, но к сожалению, тогда ну как-то не очень верили, что ли, союзники наши по демократической коалиции обвиняли меня в том, что я борюсь с капитализмом, что вот Мавроди, говорил Глеб Павлович Илья и Лев Пономарев, вот Мавроди это капитализм, а ты, значит, Кость, у тебя там какой-то неправильный капитализм. это обычный прогноз, предсказание, сейчас тоже, ну и вы обратили внимание только на вот это событие, это заявление, но их было же много, там 28 февраля объявить о том, что США демократическая партия, это неверный союзник, который подведет Украину, я помню эти журналисты Украины 24 просто испугались, эта передача не вышла в эфир, ну, то есть она вышла, потому что это был прямой эфир, а потом она, я ее не выложил, вот, и сказали мне, что вы нас пытаетесь поссорить с Соединенными Штатами, ну, вот сегодня все же ясно стало, что поставки оружия сократились катастрофически, но этих предсказаний на самом деле много, это такое, знаете, ну, очень холодный взгляд на события, явления, вот только такой взгляд позволяет предвидеть то, что произойдет. Ну, в завершении, Костя Антонович, вы сами упомянули по поводу пирамид Мавроди, вы публикуете у себя на Фейсбуке воспоминания о вашем цикле передач, о котором вы сняли в 2000 году, там было около, там было 50 передач, вы публикуете фотографии гостей и так далее. Стоит ли ожидать вашим подписчикам видеоархива этих передач? Сохранился ли он? Нет, видеоархивы, там эти передачи закончились на стадии подготовки интервью. Это было время уже Путина, время Путина и его окружения, это люди, которые не заинтересованы были в развитии независимого бизнеса. Они делали все возможное, для того, чтобы бизнес в области масс-медиа, средств массовой информации, крупный бизнес, просто исчезали. Ходорковский, осуждение Ходорковского, это, конечно, конкуренция, конечно, фактически запретом участия в политической деятельности, но это еще и борьба с бизнесом, большим бизнесом, который не вполне управляет. В свое время самый богатый человек России, Олег Дерипаско, который как бизнесмен родился на бирже моей российской, он даже сказал, что в сегодняшней ситуации он готов отказаться от собственности в русском алюминии, передать все государству. Вот так оно и происходит. Тимченки, все эти люди из окружения Путина, ну вот они монополизируют бизнес. Экономика собственно перестает существовать. Большое вам спасибо Константинович за этот интересный интервью. Как всегда было очень интересно, Константинович Боровой был с нами и до новых встреч. Продолжение следует...